Всем привет! Дмитрий Геннадьевич снова в эфире. Те, кто давно подписан на мой канал, знают, что я снимаю выпуски о силовых видах спорта и предпочтение отдаю одному виду спорта – пауэрлифтингу. Но иногда на канале появляются нестандартные, неожиданные, неформатные гости. И сегодня как раз-таки тот случай. С Дмитрием Голубочкиным мы знакомы более 10 лет. Мы с ним вместе придумывали его проект «Старая школа», и я снял первые 10 выпусков. После чего полностью переключился на пауэрлифтинг, который до сих пор меня не отпускает. Не знаю, хорошо это или плохо. Время покажет. Голубочкин знают все, кто поднимает железо или хотя бы им интересуется. Дмитрий резкий, дерзкий, прямолинейный. Но с годами, конечно же, Дмитрий Олегович становится все мягче и мягче. Но он еще ого-го, я вам скажу. Предлагаю проверить это прямо сейчас. Приятного просмотра! Дмитрий Олегович. Алё! Блядь! Избанка? Сейчас. Ну, хуй, блядь! Пидорасы! Пидорасы, они везде. Я готов. Погнали! Мы с тобой не виделись довольно долгое время, продолжительное. Ты путаешь. Мы последний раз встречались с тобой в Красноярске. В Красноярске, да. это встреча делал секунд пять 23 потому что там невозможно было по-другому потому что можно сфотографироваться блять просто у меня на очередь стояла и они не могли я так не посмотрел ни хрена не 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 выставку вот вот просто нереально мы сейчас поедем в двадцать четвертом поедем тоже на сибирян вот там уже работать будем да у меня к значит компанией себе генетиклаб вот и хоть на стенде буду стоять хоть очередь будет а потому что у меня была очередь в буфете приходил водичку купить блять и вот и они мне может сфотографировать и очередь такая я как хотел об этом спросить как одна из побочек известности обученного со стенаешь я прекрасно начинаю понимать людей известным да там и неважно каких известных людей вообще потом в россии шоу-бизнесе и там и в телевидении там актеры еще кто-то что-то ну какие-то известные личности да вообще в разных сферах я их прекрасно понимаю потому что у меня-то не небольшая как у популярность такая по сравнению с другими да я просто есть же люди которым вообще проход невозможно дать вот например там не знаю даже со спортом связано тот 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 те же хоккеисты наши те же там не знаю федор емельяненко вот он пройдет по по улице или в метро поедет что будет я помню когда мы я его встретил возле министерства спорта российской федерации там я встречался с командой сборной россии фпр по пауэрлифтингу и он хотел зайти в помещение у него это получилось через минут 20 только сделать вот я это безумие да да это было ну то есть я их понимаю потому что я вот выставку я понимаешь элементарно хотел футболку купить в сибири пошел я тебе отвечаю серьезно говорю хотел купить футболку ну думаю найду сейчас за выставку футболку куплю за деньги то есть куплю хоть хоть память нихуя я не я не дошел до выставки понимаешь потому что меня рвали прям просто рвали ну не мог шаг ступить блин понимаешь если бы остановился было бы очередь вот так выстрел я думаю ты к этому относишься правильно ты понимаешь что если всего этого не будет то тебе тоже будет не хорошо понимаешь я всегда говорю когда тебе говорят хорошо это хорошо а когда тебе говорят плохо это еще лучше даже так да абсолютно точно я убедился на себе правда не любит не любит правду когда в лицо говоришь правду значит не любит никто не любит вот просто хочешь головную боль и и и деморрой блять говори всегда правду нахуй в 2014 году мы начали с тобой снимать проект название мы думали долго придумали старую школу подписчики не знает я расскажу историю что я тогда жил в жулебино снимал квартиру позвонил дмитрию олегович голубычу говорю слушай ты что-то какой-то одинокий у всех уже проекты есть а у тебя проекта нет он занимался тогда вишняках и мне было ехать недалеко у меня был тогда велосипед машина не было я ездил к нему на велосипеде дмитрий олегович согласился расскажу спустя это время ты я снял первые 10 выпусков потом занялся другими вещами ушел другие ребята продолжали уже довольно много снято новых выпусков вот этот проект для тебя можно сказать что изменил как-то твою жизнь ты знаешь в то время мне многие говорили наверное с года наверно с 11 с 12 уже нужен проект нужен про я не понимал понимаешь я был далек от интернета блин далек от проектов и и что это такое и как это делается если мне рассказали бы разживали бы объяснили вас что надо делать и что будет или это монетизация и так далее да то есть вот для меня особо монетизация тогда было каменный век но я просто были потому что в подвале был там где хлеб и металл да ну грубо говоря то есть я далек был от этого а вот он нужен проект нужен проект и хорошо что ты появился и мы как-то начали снимать и и правильно сделали что начали снимать я мне кажется это был взрыв вообще я начал говорить как она есть на самом деле ну как правило говорю правду вот в процентов наверно в 99 вот и многим это нравилось многим это не раз но основной массе аудитории это нравилось и говорить как есть и голубочек молодец и говори как правду ну вот это обычно и обычные люди ну ну как правду естественно всем не угодишь и есть люди которые говорили негативно он ночью говори ебанутый блякачок ругается матом находит внуф блять снимая это все на видео и выкладывал интернет ну вот примерно так довольно быстро ты почувствовал волшебную силу ютуба тебя тебя стали узнать больше узнавать но больше узнавать обои стала более популярной и пройдя по улице в общественном месте люди подходят и спрашивают может сфотографироваться для меня это абсолютно нормально и я считаю что нужно фотографироваться многие известные личности не фотографируются да но некоторые никто тут фотографирует что-то не да вот я считаю что это неправильно нужно если у тебя есть фанаты которые смотрят себя они ты должен уделять им время вот это будет неправильно непорядочно с моей стороны я всегда иду на встречу и всегда тяжело мне не хочу я не хочу это делать то есть я это делаю вот мне иногда бывает и не к месту но я стараюсь быть толерантным так скажем в этом плане и фотографируюсь в любых местах ну и кроме туалета шутка ну вот и фотографирую с ребятами до сих пор подходит и в залах и там его сейчас выйди куда-нибудь на красную площадь тоже скажу может сфотографироваться в общем узнавательность узнаваем стал когда мы снимали выпуск про продуктовую корзину в ашане вот искал про туалет я вспомнил мы с тобой пошли в туалет и увидели как там какой-то человек мыл ноги в раковине вот этот момент прямо я ну это блин ну мы снимали где блин на белой даче же на белой даче этого реально потому что были район садовод рядом юго-востока блять это много-много лет прожил влюблено и я знаю что аудитории там просто пиздец то есть сначала надо бить у человека потом объяснять почему и это бы это для меня было нормально а вот у меня много случаев было и истории блин про любли но и продлил про аудиторию влюблено когда я был подростком и молодым были то как какая там аудитория жила и и какие люди ходили по улицам а вот слава богу сейчас немножко жизнь изменилась я уехал из этого района а вот и вообще просто слава богу твоя жизнь еще изменилась не только из-за интернета ютуба но еще из-за того что появилась у тебя жена да да здесь где вы познакомились в течение отстоятельств мы познакомились у меня появился инстаграм и она написала мне и приехала в авреле на консультацию и нужна тренировочная схема тренировок и вот и она приезжала до сих пор помню этот момент вот как она писала на листочке схему тренировок а я диктовал мы стали сидели как раз на веранде на в авреле это выхина в авреле второй раз мы увиделись на чемпионате страны на моем последней чемпионате страны в семнадцатом году она приезжала не были сборы в краснодаре а я у нас соревнования россия была у них были сборы она мастер спорта международного класса по гребли а вот чемпионка мира я нам больше двадцати лет занимался профессионально этим видом спорта а вот сейчас к сожалению она уже закончила вот и после этого то сложилось что я был я был свободен так грубо говоря вот поэтому я не с кем и так сложилось что стали вместе жить и за короткое это короткое время оля конечно внесла в мою жизнь совершенно другой оля внесла совершенно другую жизнь который мне который у меня не было я очень благодарен ей за это то что она изменила меня в лучшую сторону во многих аспектах я во первых я бросил курить сигареты это она подействовала так на тебя это она на сто процентов вот она взяла таблетку била тебя по голове просто так нет она говорила не куришь ты не куришь ты не куришь ну боишься я здесь начал я уже взрослый дядя ты я начинал осознавать что ну надо бросать я курил 27 лет вставляешь я всю карьеру курил и пачку в день вот и я начал осознавать что она правда она правда она права она надо бросать ну хорошую насколько можно знаешь я чувствовал что уже ну потом я подошел к ним к немножко к этому да если я буду буду там меньше курить да ну какой смысл и есть я буду курить три сигареты в день ну и на курить я не накурюсь когда я курю пачку в день понимаешь или курить нормально или вообще не курить вот для меня это было так как спортсмены знаешь как правило вот для меня именно так это было я подошел к этому и кто говорят вот многие говорят что там люди которые долго курят многие говорят что очень сложно бросить курить очень сложно скорить найти почему физически это неправда знаешь почему люди курят и не могут бросить курить значит позавтракал надо покурить но это просто ритуал да это не потому что ты очень так сильно курят захотел закурить что ты не можешь не покурить Нифига. Ты можешь и не покурить. В апреле будет 5 лет, как я не курю. И что изменилось в твоем здоровье? Вообще ни одной сигареты, ни одной даже затяжки. Я лучше стал себя чувствовать. Ну, конечно, да, намного лучше. И не только сигареты я бросил курить, и другие препараты. Вот. Ну, там разные есть. Их тоже бросил курить. А по алкоголю что-то? Алкоголь-то я никогда особо не уважал. Это не мой кайф. Это не ко мне. Мне алкоголь и вообще параллельно. Я и до этого не пил алкоголь. Я не алкаш. Ну, получается, что это не твоя заслуга. Это просто так распорядилась природа. Тебе не идет. Мне не идет. Не тянет. Да, абсолютно точно. Это не я, это природа. Просто мне не идет. Я не хочу, я не буду. Мне неинтересно. Мне говорят, там хорошее вино. Хорошо, хорошее вино. Ну, да, все. Наколенники СБД. Модель 2023 года. Повышенная плотность материала. При сохранении высокой эластичности дают максимальную отдачу. СБД Раша. Официальный представитель компании СБД Аперл в России с 2014 года. Мы снимали выпуск про... Ты комментировал итоги Олимпии 2014. И там такой культивый момент случился, когда ты показывал на телефоне мне форму одного спортсмена. Кто это, блядь, ебаный в рот? Что это? Посмотри. Что это нахуй? Что за чучело это, блядь, ебаная, блядь? Выпуск это не вошло. Я подумал, что это будет грубо по отношению к этому спортсмену. Хотя ты восхищался формой этого спортсмена. Это свет так падает? Да нет, объемы. Причем свет падает? Здесь просто объемы какие? Посмотри. У него такого никогда в жизни нет. Посмотри, что творится-то нахуй. И уже чего только люди не говорили, кто там, что там, где там. А я уже не могу выложить этот кусочек в интернет, потому что я удалил исходные материалы. Но я помню, что там был за спортсмен, ты тоже помнишь, кто там был. Ну, понимаешь, там выложено в интернете, до сих пор это висит же, да? Вот. И это был только первая часть съемки, когда я говорю, вот кто это, что это, блядь. Они думали, что это негатив. Вот. А мы восхищались формой спортсмена. Вот. И спортсменом это был Алексей Шабуня. Леха, респект тебе, друг. То есть там и руки, и спина, и копыта были огромные. Да, я восхищался тем, что именно в положительную сторону многие думали, что это негатив. Там столько уже мемов сделали. Да, да. Думали, что это негатив, это неправда. То есть мы восхищались формой. Я таким образом, я смотрел, был просто в шоке. У Лехи была просто космическая тогда форма. Секрет этой съемки мы открыли. Девять лет прошло. Потому что много, 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 очень много людей меня спрашивали, кто это там в телефоне и что там. Ну, мы, может быть, и правильно сделали, что не раскрывали это. Кто это? Вот. Но теперь раскрыли. Настало время, да, раскрыть тайну. А как ты думаешь, почему у Лехи не получилось в профессиональном бодибилдинге? Проблема с финансированием в основном была. Вот. Я его прекрасно понимаю, потому что там жизнь в России это одно, жизнь в Беларуси это совершенно другое. Вот. И было мало спонсоров, которые, просто мало людей рядом, которые бы помогали бы с перелетами. Потому что я прекрасно понимаю, что такое про спортсмен и который летает за свой счет на про-турниры. Много вложений нужно именно в поездки. Не в вложения, а в форму, чтобы люди понимали. Плюс поездки. Нужна большая сумма денег. А ты когда-нибудь планировал выступать в профессионалов? Что касается меня, про атлеты, я мог легко взять про карту после выигрыша в чемпионат страны. В 2006 году я мог взять про карту, потому что каждый спортсмен, выиграющий свою страну, ставший абсолютно чемпионом, имеет право взять профессиональную карту. Но смотря себя в зеркало, я, и смотря на профессионалов АйБи того времени, я не считал, что я тяну на уровень профессионала. Поэтому я был адекватный и прекрасно понимал, что мне там не светит ничего, нужно прогрессировать, дальше выступать. Но были очень много факторов. Понимаешь? Во-первых, возраст. Уже было под сорокет. В 2006 я выиграл абсолютный чемпионат страны. Мне было уже 36. Вторым я стал на Европе, в 2009 в Сербии, на Европе. Мне было уже 39. И брать карту, плюс у меня там начались проблемы со здоровьем, с варикозом. И не очень удачная первая операция, к сожалению, изменила мои ноги до такой степени, что я не стал конкурентоспособным. Не потому, что я плохо тренировался или я не отдавался на трех. Дело не в этом. Дело в том, что мои ноги, к сожалению, изменились в худшую сторону по форме даже мышц. Это было спровоцировано генетикой? Это было спровоцировано, сделано операцией. Ну хорошо, но операция же была не просто так. Да, у меня варикоз генетический. Да, то есть у меня и у отца варикоз, и у матери варикоз, и в основном по отцовской линии. И у бабушки был страшный варикоз просто космический какой-то. Я был вообще ребенком по сравнению с ними. Ну плюс сигареты, плюс физические нагрузки. Ну мне, понимаешь, врачи-флебологи, когда я к ним пришел на консультацию, мне в 40 я делал первую операцию, они мне сказали, Дима, ты бы не качался бы, ты бы сидел просто на диване, у тебя все равно был бы варикоз. Ну чуть меньше. Но у тебя генетическая предрасположенность. Поэтому от этого не уйти. И я решил в 2010 году, после Европы, в Сербии, когда стал вторым, вот мастер спорта международного класса я выполнил, делать первую операцию. У меня была возможность сделать за границей, но я не послушал людей, почему сейчас очень сильно сожалею. и сделал в России. Сделал не очень хорошо. Атрофация голени внутренней части, внутренней части голени на обеих ногах. Форма мышц бедра сильно изменились в худшую сторону. Вот. Почему это произошло, я не понимаю. Хотя врачи говорили, что все будет хорошо. Восстановишься, будешь тренироваться. Не, я восстановился, буду тренироваться, но форма мышц сильно изменилась. Сама форма мышц, какие у меня были раньше ноги, да, форма мышц, и после этого, конечно, небо и земля. Я прекрасно это понимал, но мозги не отпускали от того, что у меня еще было здоровье. Вот. В 40. Я помню, там у тебя были попытки продолжить свою спортивную карьеру в Азербайджане. Вот. Это чуть попозже. А вот. И я вернулся через операцию, после операции в 2010 году, через 6 недель я начал качать ноги. Я начал тренироваться через 6 недель, и через 10 недель я начал качать ноги. Я никто, не веря даже близкий, что я вообще вернулся в соревновательный спорт, смотря на меня в зеркало, какой я был после операции, как я выглядел, да, мне говорили, слышь, ты себя в зеркало-то видел? Я говорю, я буду готовиться. Он говорит, ты себя в зеркало-то видел вообще? Ты, ну, посмотрите, я очень сильно откатил, я слез с фармы, то есть был какой-то период, плюс операция, то есть сказалось. Вот, потом наши врачи мне сказали, лежи дома месяц, ничего не делай. Вот. Хорошо, я их не послушал. Потом я просто бросил, сказал, пошли в этот. Вот. И сказал, все, я сам решу, что мне делать, блядь. Вот. И сделал, было совершено несколько ошибок. Я не стал одевать компрессионное белье после операции. Ну, как-то халатно к этому относился. Я сейчас, сейчас я хожу в нем постоянно. Постоянно. Испишь? Нет. Выходя на улицу, я одеваю компрессию. То есть всегда. То есть я тренируюсь компрессией, всегда. То есть у меня носков даже дома. А какая степень компрессии? Вторая компрессия. Вторая. Да. А докуда? До колен. До колен. Да, у меня гольфы. То есть носков я не одеваю уже много лет. Даже не знаю, что это носки. У этого носков даже нет. Ну, есть какие-то там. То есть я слышал совет такой, что когда вы летите куда-то далеко, то тоже нужно надевать. Да, у меня консультировали, как мне нужно летать на самолете до сих пор. То есть это аспирин обязательно перед... Или сосудоразвижающий препарат, который если ты прямоупотребляешь, то не обязательно. Но если нет, то аспирин перед вылетом, Это для всех или только для тех, как у кого проблемы? Для всех. Да. И компенсионное белье. Желательно. Но у кого-то есть предрасположенность к этому. Вот. И так сложилось, что... Я так, знаешь, мне все говорили, говорили, близкие говорили, все говорят, да ты еще куда-то, блядь, какой нахуй, тебе завязывать надо. Какой нахуй, у тебя ноги больные. Поддерживали тебя. Такой, я думаю, и знаешь, как-то, знаешь, вот это... задело меня так сильно. Вот. И я сказал, ну, гандоны, ебаные, я вас выебу в рот, я все равно подготовлюсь, нахуй. Вот назло вам всем, нахуй, вот вам, все, кто говорите, вот назло вам, нахуй. Я сделал такую форму, вы охуеете, блядь. Это какой был год? Это десятый. Через... В 2011 году, весной, я выступал уже на чемпионате Европы. В Болгарии. Выступал весь сезон. Москва, Россия, Европа. В Европе была в Багаль, София. Как раз мы с Мишкой Сидоровичем, Миша Сидоровичев тогда выступал. Он тогда чемпионом Европы стал. Вот. И я уже стоял, да, и Европа была... Россия была в Питере, такая космическая какая-то Россия была, очень сильная, просто какая-то, блин, состав был, тяжей был, просто бомбический. Вот. Я стал, по-моему, четвертым. Вот. И форма была офигенная. То есть я сам... Ну, я все равно видел, что форма мышц, сама уложена, форма мышц всех ног изменилась в худшую сторону. И то, что я видел, то есть, ну, знаешь, вот эта спортивная тема меня не отпускала. Я думаю, все будет нормально. Сейчас мы так сделаем, так сделаем. специализацию на ноги, блин, там, как-то изоляционная. Я когда-то пытался восстановить ноги, вот, но... К сожалению, после этого уже той формы, которую я делал до операции, до 2010-го года, уже не было. Вот. И... Многи так не отзывались на нагрузку, потому что часть лены было удалено, и на нагрузку так не отзывалось. Уже немножко сложнее было восстанавливаться, плюс возраст, вот, и халатное соотношение к компрессионному белью довело до того, что в 2015-м году была вторая операция. Вот. Я уже согласился на... уже на Европу, потому что я уже не доверял российским врачам. Вот. Я делал в Берлине операцию в Германии в 2015-м, потому что так как вылезли потом вены, меня уже... меня пугало. Вот. Очень сильно. Особенно в паху, в бедрах было просто караул. Вот. Даже врачи, немцы даже офигели, блин. Говорят, ты вовремя. Ну, не вовремя, офигеть, что с тобой. Вот. Ну, там немножко другого уровня медицины были в 2015-м году, так что сделали офигенно, просто идеально. Все понравилось, и реабилитация была совершенно другой. Мне врачи, я лежу в палате в индивидуальной, и мне говорят, а что ты, говорит, лежишь-то, а вчера операция. Говорят, вставай, все, иди. Говорят, не надо лежать. Ну, то есть, то, что мне говорили врачи в России, и то, что мне говорили врачи в Германии, совершенно разные вещи. Он говорит, да у нас молча, облаторно делается. Они меня хотели на следующий день выписывать. Я тебя... Кстати, сказал про уровень медицины в России, в Германии. Сейчас подтянулось немножко... Да, сейчас уже... Ну, это несравнимые вещи сейчас. Сейчас, конечно же, лучше. Лучше. Вот, я не знаю, как сейчас в Европе, вот, но для того времени нулевые и вот эти десятые, десятые года, конечно, сильно отличалось. И я на себе испытал это во всех, во всех нюансах, даже до такой степени от качества палаты меню, в палате индивидуальное меню представляешь, клубника там сидела, а у меня в России, говорят, пятый стол, похлебка, бессоли, короче, баланду варят. Вот как вот для меня было как баланда. Вот я тебе серьезно говорю, так оно и было, баланда. А там меню тебе предлагают, хотите, что хотите есть. А я говорю, а разве можно? А он говорит, что хотите, можете есть все, что вам захочется. Я был, короче, в ахуе подходе к медицине. ну, просто, я думаю, где я живу, бля? Я живу на помойке. Ну, вот до такой степени. Твое тело достойно лучшего. Одежда Power Insight на wildberries.ру Ты говорил, что ты выполнил МСМК, да, бодибилдинги? Да, я мастер спорта на журнал класса выполнил, вторым стал на Европе. И у меня сразу пошла ассоциативная цепочка, потому что в видах спорта... Мне тогда уже говорили, что вот, перебью, говорили, что говорят, бери про карту, бери про карту, бери про карту. Просто я о чем? О том, что МСМК, это, значит, показывает, как сказать... Это говорит о том, что Федерация бодибилдинга России, она аффилирована, зарегистрирована, признана Минспорта. Да, да, да. И я к чему веду? К тому, что тогда, когда ты выступал, не было вот такого ада с русадой. Хорошая, кстати, ритма. И потом начались проверки. Как вообще это? Вот расскажи, как хронология развивалась. Потому что сейчас они вроде на каждой соревнованиях. Что касается, значит, вопроса допинга, да, допинг брали только на чемпионатах мира, чемпионатах Европы. С какого года? Вот когда я все выступал, всегда были, на Европе всегда были допинги. Ну вот Шелестов стал чемпионом мира в 99-м году. Там тоже были? У него был допинг-контроль. Его же дисквалифицировали уже на первом году. Мамду же выиграл, ну-то вторым стал тогда, Эльцбей. Ну, не Мамду, этот, какого, какого, Мустафа. Мустафа тогда стал вторым и потом Мустафу поставили первым. И, Серега, ты до сих пор говорил, что, когда меня дисквалифицировали, он стал чемпионат мира первый раз, и он считает, что он второй раз поехал на мир еще раз его выиграл, потом, блин. А вот, не знаю, как там, в 2000-м. Вот, он второй раз выиграл чемпионат мира тоже. Где-то в Европе уже было вроде. Да, да. вот, вот, и, значит, тогда на чемпионатах Европы, вот, в Болгарии был допинг-контроль, мы так сильно боялись, и вот, в 2011-м году, когда поехали, ну, мне почему-то фартило, я не знаю, почему, какие-то стечения обстоятельств, но у меня допинг-контроль на международных турнирах не брали ни разу. Ну, а на что спортсмены надеются, когда едут туда, что просто повезет? Да. Ну, там получается, что у каждого первого берешь. Многие спортсмены после чемпионата страны, даже которые выигрывали, да, я же не выигрывал в страну в 2011-м, я стал четвертым, но я говорю, я еду на Европу в 2009-м, то есть, мы там, третьим я стал, в 2009-м, по-моему. В общем, я, я говорю, допинг-контроль, я еду на Европу, мне все равно. Будет допинг-контроль, не допинг-контроль, не, я еду. Вот, и, да, я на дурака ехал. И меня, получалось так, что меня, ну, не брали. Так, не знаю, сейчас стоять. Ну, это правда, что если ты возьмешь у любого спортсмена, то тест будет положительным? Да, это сто процентов. Да, да. А что за бред? Там много фактов. Понимаешь, сейчас, какая фигня, сейчас, сейчас доп, это разные вещи, там, доп, 10 лет назад, допинг-контроль, это одно, а сейчас доп, это другое совершенно. Если люди 10 лет назад ловили на морихуане допинг-контроль, которые сдавали, вот, на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, советские спортсмены, вот, российские, вот, да, такое и было. Вот, не на запрещенных препаратах, не на облических стероидах, вот, а уже о чем говорить сейчас. Вот, сейчас вообще сложно сдать допинг-контроль, практически невозможно. Не то, что у культуристов, а даже у девочек бикини. Ну, любую сейчас возьми, блин, и она, ну, в топовых. И они все не пройдут его. Получается, что это, как бы, расплата за то, что спорт состоит в реестре видов спорта, министерства спорта? Ну, не знаю, я вообще считаю, что то, что сейчас делает федерация АФБ с Минспортом, сотрудничество, я считаю, что это неправильно. Потому что скоро, в общем, в ближайшее время, поверь мне, вот, сейчас, мы записываем, да, через, там, много лет, что будет. Потом меня мои слова вспомнят. Я думаю, что АФБ скоро закончится. И все спортсмены из АФБ не будут выступать. Я про культуризм сейчас говорю, бодибилдинг. Ты говоришь про Россию или про все страны? Про российский, про только про российский. Потому что федерация ничего не делает, функционеры федерации ничего не делают. Каждый сезон на чемпионатах страны, на чемпионатах городов берутся тупинг-контроли. Ну, например, на Москве и на Питере тоже берутся. В тупинг-контроли Русада приезжает, ловит всех на доп, дисквалификация, и все спортсмены начали задумываться, вообще выступать в АФБ или нет. И вот эти топовые спортсмены, которые они есть, сейчас, как вот, немножко приятная, другая выросла, вот, они все скоро сбегут. Они уже побежали. То есть, не то, что скоро сбегут, начиная с Угольникова, наверное. Угольников дальше всех сбежал. Ну, дальше всех сбежал. но сейчас вот другие спортсмены, те же были, Мартынкин, те же были, там, много кого сказать, Данилов, кого поймали уже на доп. Ну, они же не будут выступать уже в АФБ. А ты говоришь, что Федерация бодибилдинга России ничего не делает. А я вот видел недавно у Вишневской фотографии, как они ездили куда-то там в Среднюю Азию, в Узбекистан или что. Там свыше 100 человек, команда. Казахстан. Казахстан. Да, да, да. Они в Узбекистан. В Узбекистан, да. Чемпионат мира был, да. Ну, похоже на то, что какое-то развитие есть. Я тебе сейчас объясню, что это было за чемпионат мира. Во-первых, уровня никакого не было. 15 стран официально отказались от участия на чемпионате мира из-за того, что Российская Федерация участвовала на этих турнирах. Российские спортсмены. К сожалению, это так случилось. Спортсмены в этом не виноваты, кто участвовал. Но, понимаешь, я у многих спортсменов спрашиваю, те, которые участвовали на чемпионате мира. Я говорю, сколько у тебя было в категории народа? Ну, он говорит, три человека на чемпионате мира. То есть призером можно стать по-любому. Когда я был на чемпионате мира, понимаешь, там, ну, а когда, пускай, блин, Вишневский вспомнил, сколько у него было на чемпионате мира в категории член народа. Когда он выиграл мир в 2000 году, он сам, я рассказывал, у него было 40 человек в категории. 40 человек в категории до 90 килограмм. 40 человек. Ты знаешь, сколько сейчас было человек? Человек 8-10. Это в лучшем случае. В лучшем случае. Это большая категория. Я у одного ветерана спрашивал, не буду фамилию называть, который участвовал на чемпионате мира. Он говорит, сколько у тебя, я ему прямой вопрос задал, сколько у тебя человек? Он говорит, трое. Что это за уровень чемпионата мира? Потому что я участвовал на чемпионате мира один раз. Это было в Эквадоре. Там просто караунд. По 30-40 человек в категории. Это как раз за сборную Азербайджана. Да, я за сборную Азербайджана выступал в 2012 году. У нас было свыше 90, свыше 100. Самая минимальная, малочисленная категория. У нас было 14 человек, по-моему, что ли. Это меньше всего. Уже до 100 человек там 20, что ли, было. А в легких категориях там 78, 75, 85, там просто караунд, там резня. Уровень, знаешь, какой чемпионат мира был? Я, чтобы ты понимал, какой уровень тогда был. В 100 килограмм Айкутлу, Хамбуа, Айкутлу. Помнишь такого атлета? Турецкого, который выступал в продивизионе, он чемпион, сначала в любителях чемпионата мира выигрывал, потом ушел в продивизион. Вот на Олимпии, помнишь, он выступал в 93-м году, когда Дориан встал второй раз, такой резной, сеченый, резной такой, многие спортсмены знают, о чем я говорю. Вот, он вернулся потом, с продивизиона ушел, уровень был сильный, и он по объему не тянул. Вот, он вернулся в Айкутлу, он вернулся в Айкутлу, обратно в любители, можно было возвращаться в любители один раз. Вот, и Айкутлу, парень очень сильного уровня, который стоял с проатлетами, там в топ-15 входил на каждом турнире, он приехал на чемпионат мира на любительский в 2012 году и выступал до 100 килограмм. Ты знаешь, как ему стал? Он третьим стал. Айкутлу стал третьим. Это было непонятно, то есть, если приезжает в Айкутлу, он выиграет. То есть, там вообще без вариантов. Был очень сильный мир, просто космически сильный. У тебя-то так можно про карту сдать и поехать в любители? Один раз можно было так делать, раньше. Да, можно было так делать. Айкутлу так сделал. Вот я там лично, я просто посмотрю, знаешь, по лицам, я подходил к нему фотографироваться и когда мне сказали, что Айкутлу 100 килограмм третий, я думаю, ёп твою мать, что же за мясорубка там была, там очень сильный состав был. То есть, во всех категориях, во всех, понимаешь, там в легких категориях, там в 65, 75 килограмм ребята выходили по 3-4 чемпионов мира выходило. Там просто какой-то, там тройку войти было, ну просто космос какой-то. Сейчас набирает ход уже много лет к ГЗТ. Как ты относишься к этим трехбухам? Я сейчас объясню. Значит, смотри, когда я говорил про ГЗТ, да, гормонозаменяемая терапия или какие-то минимальные курсы такие формальные для обычного человека для здоровья. Я их называю курсы для здоровья. Курсы для здоровья. Никаких там супер-доз там нет вообще, ну просто смешно. Вот, когда я говорил это лет 15 назад, на мне говорили, что он ебанутый. Голоски ебанутый, он всем химку прописывает. Дедушкам, там, тетям, там, еще кому-то. Он всем прописывает химку. Понимаешь? А сейчас они говорят, это гормонозаменяемая терапия, блядь, это полезно, блядь. Я говорю, вы идиоты, когда вы мне, ну я много, много таких вещей говорил там раньше, они на меня смотрят как на ебанутого. А сейчас они говорят, блядь, да, вот это надо же делать, как же, блядь. Понимаешь? Я помню, ты еще рассказывал про упражнения, которые хорошо влияют на мужское здоровье, приседания и сведения ног. Да. Вот, это тоже, говоришь, что тебя смотрели как на дураках. Да, да, они смотрели, как на ебанутый какой-то, блядь, сведения, блядь, женский тренажер, нахуй нужен, блядь. Ну, такие, знаешь, недалекие ребята говорили. Ну, и ты, получается, поддерживаешь эту идею, что ГЗТ нужно, в каком случае, когда твой собственный тестостерон падает? Да, мы сдаем анализы, мы сдаем анализы, смотрим, если на нижней фазе, на нижней фазе тестостерон, то, скорее всего, ну, это у всех ребят, у которых за 40. Скорее всего, если, просто, много было экспериментов, не то, что они, как я называю, так экспериментами, ко мне подходили люди, там, друзья, например, да, они мои ровесники, чуть плюс-минус, там, младше-старше, там, 3-4-5 лет. Вот, и они мне говорили, жизнь тяжела, мы тренируем, а они тренируются, они всю жизнь тренируются, ну, для себя, они всю жизнь, там, из 90-х тренировались, со мной вместе в подвале, там, и вот они до сих пор, вот, тренируются, ну, просто физкультурники, вот, и они чувствуют, что здоровье кончается, они думали, что, наверное, будет, как, там, в 25, пребрены, и пофигу, вот, оказывается, нет, и в 40-ку они уже зададумаются, а в 45-ка они ко мне приходят и говорят, под 50 которым, говорят, тяжело, я говорю, ты надо чуть-чуть, гормон за меня ему сделать, прям, вот, прям, ну, прям минимальный минимум, рассказываешь ему, как это надо сделать, что надо делать, какие препараты, там, как правило, один, два препарата, даже два, да, бывает два, как курс, как курс, я думаю, что это всегда тестостеронный нонтат, как правило, да, или не беда, или не беда, ну, это прям, а второй, как бы подключить можно, в основном для, я говорю, чтобы, в основном, или мастерон, или нандралон, для связки сустава, для связки, они же говорят, мы хрустим, у меня все болит, кости болят, я говорю, деку, ну, по-другому не получится, начинаешь ставить деку, они все пролонгировали препараты, и начинаешь ставить инонтат, раз в 10 дней, инонтат, и деку, даже не каждую неделю, самая большая дозировка, это раз в неделю, там же тогда будут перепады, мне кажется, по уровню теста, да нет, какие там большие перепады будут, ну, смотри, они уже длинные, дозировка 125 миллиграмм, там нет, 125, ну, полкубика, это будет 125, ну, парню, 100 килограмм, это, ты, ну, он не почувствует, это даже для ГЗТ смешно, да, хорошо, смотри, и чтобы ты себя хорошо чувствовал, смотри, ты парень, тебе к полтиннику, ты никогда в жизни не употреблял анаболических стероидов, если ты сейчас будешь делать инонтат раз в неделю, у тебя начнется другая жизнь, во-первых, ты разведешь с женой, это раз, бля, или жена останется, но будет рада, бля, и счастлива, раз, во-вторых, ты, у тебя будет, ты будешь утром просыпаться, ты будешь другой, ты раньше будешь просыпаться вот так, думаешь, пиздец, как идти-то на работу, что вообще жить, как жить, а на ГЗТ ты, блин, вскочишь и побежишь. А нужно ли контролировать? И тренировки будут другие. Уровень эстрадиола нужно контролировать? Конечно, да, ты постоянно сдаешь только анализы, и контролируешь свой, и тестерон. Ингибитор ароматазы нужно принимать? Все зависит от показаний анализов. То есть можно принимать один кубик энантата и без астрозола. Смотря во сколько? Без анастрозола. Все зависит от каждого, это индивидуально. У некоторых делают кубик тестостерона в неделю энантата, блин, и соски увеличиваются, блин, понимаешь? А у некоторых нет. То есть кто-то может даже без анастрозола. Круто. Да, абсолютно точно. Вот, поэтому, вот, и еще, вот, те ребята, которые ко мне обращались, да, друзья, и которые это сделали, ну, блин, еще ни один не сказал ура, ни один не сказал, Он говорит, Димон, блин, что я тупил-то, блин, столько лет тупил? Я говорю, я не знаю, я тебе говорил. Я говорю, ты же раньше делал, ну, это совершенно другое. Тебе не нужны там какие-то дозы, бля, какие-то гипердозы нереальные. Тебе нужно делать вот столько. И ты делаешь это постоянно. Смотри, ну, это те люди, которые занимаются в зале, да? Да. Но в 45 лет достигают люди, которые никогда не ходили в зал. Ну, это немножко, это для них? Им это поможет? Для них, конечно. Они почувствуют изменения. Сто процентов. Я очень много знал историй, которые, например, друзья приходят, а друзья взрослые, которым тоже там за 40. И говорят, у меня папа, папа, которому седьмой десяток. ну, плохо себя чувствует вообще во всех, во всех случаях. Я, ему колю раз в 10 дней тестрон энантата. Просто так. Он ничего не делает. Ну, там, занимается, что-то деление копает, там, еще-е-е-что. Вот вся физика. Кубик. 250 миллиграмм раз в 10 дней. То есть, три раза в месяц. Папа, бегая с этим ведом, как сумасшедший, говорит, и чувствует себя отлично. Он уже пошел к соседям копать огород. Вот, он, это, сто процентов, и он рад, и вообще, утром встает, говорит, блин, совершенно другая жизнь. И он ему рассказывает, сынок, говорит, у меня жизнь другая стала. Он такой, говорит, он ему видит, что это лучшее, понимаешь? В Европе и в Америке это уже давным-давно. Понимаешь? За 40, как правило, всем сданут анализы, тест низкий, все сразу на газете. То, о чем говорил Голубочкин 15 лет назад, оно уже сбывается. Конечно. Я много раз утверждаю. Понимаешь? Это мои исследования личные. То есть, я анализирую какие-то вещи в бодибилле, не только тренировочный процесс, но и препараты. И я на себе это испытал. Понимаешь? И прежде чем что-то говорить, я сначала, то есть, не просто так говорю, потому что это уже проверено. Те вещи, которые я рекомендую, это проверенные вещи. Вот. И если думают, что Голубочкин тупорылый и, блин, качается как в 90-х, это чушь. Это полный бред. Естественно, я иду в ногу со временем, стараюсь как-то тоже, что-то всего. Бодибилдинг другой совершенно сейчас. Совершенно по-другому тренируешься. И совершенно другой подход к бодибилдингу. А чем связано то, что бодибилдинг сейчас другой? Что изменилось? Другой уровень бодибилдинга совершенно другой. Я про сейчас соревновательный бодибилдинг говорю. Вот. Уровень очень сильный. Нельзя сравнивать 20 лет. и топовые спортсмены сейчас они очень сильные. Они в аферах стали больше. Намного больше. Это заслуга медицины. Да. Знаний в медицине. Не фармакология. Нет, нет. Ну, все в совокупности. Да. Абсолютно точно. Вот. И, конечно, совершенно другой бодибилдинг. И чтобы быть в уровне этого бодибилдинга, который сейчас, если ты хочешь быть конкурентоспособным и выигрывать соревнования, ну, нужно соответствовать ему. Понимаешь? По-другому не получится. А кто сейчас самый крутой бодибилдер? Сейчас самый крутой бодибилдер? Я не вспомнил. в таком в экстремальном бодибилдинге. Ты имеешь в виду российский бодибилдер? Нет, вообще в мире профессиональный бодибилдер. Ой, нет. Там дофига их? Нет, такого идеального дуального нету, потому что сейчас поколение не поколение Дориана, не поколение Хэйни, не поколение Рони Коллимана. Все смотрели на одного. Он был выше всех там. Он, пропасть и все остальные. Ну, я так сейчас, грубо говоря. Потому что уровень... Сейчас такого нету. Сейчас нету спортсмена после филлахита, который много лет подряд выигрывает Олимпия, к сожалению. Вот. Поэтому нельзя сказать, что самый крутой вот этот, а не этот. Нет, такого нету. К сожалению, сейчас бодибилдинг, мне не нравится такой бодибилдинг, какой сейчас. Слишком большие ребята... И слишком мало живут. И... Нет, не в этом дело. Здесь мало живут, и раньше тоже, в 90-е, вспомню, умерли, еще как, про Мюнсера, вспомню, Бен Азизу. Там тоже были... Они же фантазировали. Они сами себя доводили такого состояния. Они умирали не просто так. Вот. А сейчас тоже, блин, разные факторы. Здесь нельзя к этому говорить, что сейчас вот умирают, потому что химия больше стала. Нет, да нет, это чушь. Ну, это чушь. У каждого свои там слабые стороны. Рвется там, где слабо. Поэтому нельзя так говорить. Atech Nutrition продолжает расширять ассортимент, предлагая на рынке самый широкий выбор добавок. Надежность наших продуктов подтверждена выбором миллионов людей, среди которых сборная команды России. Atech Nutrition твоя поддержка при восстановлении после интенсивных нагрузок в жизни и спорте. Я сейчас вспомнил про один момент. Там меня товарищ из Беларуси, кстати, Он попросил меня, чтобы ты там сказал пару слов для девушки, которая его тренирует. И типа ей будет это очень приятно. Знаешь, какую фразу? Вика, спасибо, что делаешь из этого толстожопого поросенка, человека на камеру. Скажи. Сказать, что она делает... Вика, спасибо, что делаешь из этого толстожопого поросенка человека. Она его тренирует. Она его тренирует? Вика, не тренируя его, бросил он нахуй, поменяй народ. Не надо заставлять никого тренироваться, это все чушь нахуй. Если ты человек не хочет тренироваться, пускай не тренируется, пускай занимается другими делами. Кто-то хочет тренироваться, тренируется, и его не надо заставлять. А вот те, которые, вот этот стадо, который не тренируется, пускай оно дальше, блядь, сидит на жопе ровно. Все, не о чем разговаривать. Немножко изменил сценарий, но пускай так будет. Вопрос опять вот про проект. Я вспомнил, вообще хотел сказать, почему я вспомнил про тебя, почему захотелось с тобой видео снять. Потому что я был на Белой даче, был в Ашане, и какие-то неведомые силы потянули меня в отдел Оливье. Этот Ашан находится в торговом центре Белая дача. Именно здесь, 10 лет назад, примерно, мы снимали с Дмитрием Олеговичем Голубочкиным выпуск, который набрал уже больше миллиона просмотров. Где Дмитрий сказал легендарную фразу про Оливье «Жизнь моя». Вот Оливье на том же месте, цены, правда, подросли слегка. Честно говоря, я люблю пожрать, но Оливье не особо люблю. Но тут вспомнил про тебя, и потом пошло-поехало одно за другое. Я что вспоминаю, там одна легендарная фраза, которая ушла в народ, про толстожопых поросят. И я понимаю, что, вспоминаю, что тебе всегда не нравились люди с лишним весом. Ты до сих пор остро воспринимаешь, когда человек выглядит не так, как тебе хотелось бы? Да нет, здесь уже, сейчас я отношусь к этому абсолютно спокойно. Подуспокоился? Да, ну, абсолютно, смысл какой. То есть я не вижу смысла заставлять людей там хорошо выглядеть. Если они не хотят хорошо выглядеть, не ради бога. Никто их не заставляет. Пускай выглядят так, как хотят. Только потом не ноют, что они там, жопа болит, голова, сердце, еще что-нибудь нахуй. Я помню, когда мы снимали с тобой выпуск на студии у моего товарища, там, перед тем, как мы зашли, он фотографировал девушку одну, вроде бы симпатичную. Ты на нее посмотрел, говоришь, ну, целлюлит, конечно, тебе убрать стоит. То есть ты такой был прямой, жесткий. Ну, да. Сейчас как так же оцениваешь формулу? Нет, сейчас уже, понимаешь, в этом смысле я просто уже устал. Я устал кому что-то говорить, доказывать, объяснять. У меня абсолютно до пизды, как все выглядят. Кто хочет тренироваться, кто хочет измениться и хорошо выглядеть долгое, продолжительное время, а не сегодня, понимаешь? Здесь какая проблема? Тот, кто тренируется. Знаете, какая проблема? Проблема в том, что все хотят, но немногие могут. Ну, и большой плюс в том, что сейчас в фитнес-центрах очень много молодежи. Я заметил это. Очень много молодежи, намного больше, чем оно было там 10 лет назад. Намного больше. С чем это связано, как ты думаешь? Ну, я думаю, что это связано. Да, здоровый образ жизни, то есть, я думаю, что все СМИ, все, садись сюда, вот, садись. Все СМИ, там, скорее всего, вообще, подход государства к здоровому образу жизни немножко по-другому. Все это ничего, реклама много, спорта много, могу сказать так грубо говоря, значит, не модно сидеть на героине, модно тренироваться в зале. И фоткаться. И фоткаться, да. Ну, в основной массе людей, хорошо, что они ходят хоть в зал, это уже большой плюс. Вот, то, что они там творят, конечно, это караул, но хорошо, что они вообще ходят. Но для тебя это тоже хорошо, когда индустрия растет, и, соответственно, и больше у тебя появляется клиентов, с которыми можно работать. Ну, да, конечно же. То есть, сейчас это твой основной заработок? Ну, у меня всегда был основной заработок бодибилдинг. Именно тренировки? Да, тренировки, клиенты, тренер. Ты говорил, что ты дорогой тренер, ты можешь раскрыть цифры? Дорогой тренер, пускай пишут, они узнают. Ну, я могу тебе сказать 100%, что мне постоянно пишут и спрашивают, сколько стоит тренировка со мной. Вот. И когда я говорю цифры, все, значит, 99, 90, наверное, вру, 95% сливаются. Потому что по каким-то причинам они не могут платить такие деньги. За меньшие деньги я тренировать не буду. То есть, там нуле и дохера. У меня принцип. Я дядя со большими знаниями в бодибилдинге, я уже в нем четвертый десяток. И поэтому просто так раздавать информацию, рассказывать всем, как тренироваться, что надо делать, я не буду. За деньги. Бомжи, пускай мне не звонят, не пишут. Если нет денег, не надо ко мне обращаться. Короче, как в той песне поются, за деньги да. Ну, в общем, только деньги. Да, деньги, не, результат будет, понимаешь? Еще один человек, который со мной тренировался, не сказал, что это плохо. Или как-то, знаешь, негативно отражался на этом, на нем как-то. То есть, у всех был результат. 100%. Ну, у тебя какой формат? У тебя только очные тренировки? Нет, онлайн-тренировки тоже есть. Онлайн, соответственно, дешевле? Ну, естественно, конечно, дешевле. А есть такой формат, когда ты три раза в неделю приезжаешь к одному человеку? Да, да, есть формат, который, если я, самый дорогой формат, это если я приезжаю к нему в зал, в котором он тренируется, я приезжаю и тренирую его, потом уезжаю. Это самый дорогой формат. А есть такой формат, когда ты приезжаешь три раза в неделю к человеку и тренируешься вместо него? А считается, как будто это он потренировался. Это, можно это, конечно, сделать легко, блин, да. Это будет для него идеальный вариант. Вот, он просто будет деньги выбрасывать, блядь, в окно, блядь. Ну, мне приводить. Не, я просто сразу говорю клиенту, например, к которому приезжаю, я сразу изначально договариваюсь с ним. Ты можешь тренироваться со мной, ты можешь не тренироваться вообще. Дело твое, но результата не будет. Ты можешь мне просто платить раз в месяц, там, мои деньги, блин, и можешь не ходить, там, придумать. В основном, очень мало людей, единицы, которые долгое продолжительное время тренируются со мной. Долгое время. Это год, больше и больше. Ну, вот, все остальные, как правило, многие молотят языком, те сразу, как правило, и недолго протягивают. Говорят, ой, я надолго, там, все, мы будем с тобой сейчас и так, и сяк, и на порядок. Начинается движение, ну, какое-то, знаешь, изменение в лучшую сторону его, да, там, через несколько месяцев, два, три, четыре. Вот, и он начинает придумывать какие-то, знаешь, ну, как-то, начинает лениться. Как правило, основная масса проблемы лениться. Он придумал себе какие-то проблемы, вот, или ему нужно срочно лететь, блин, на Бали, потому что там нужно отдохнуть, потому что он так сильно устал, потому что уже пиздец, вот. Ну, и кого-нибудь, ну, сейчас я утрирую, да, вот. Или нужно было, или заболел, и еще какие-то, какие-то отмазы постоянно, а результата нету потом, а они сливаются. Это они, я их называю одноразовые. Они вот пришли, там, что-то погавкали и ушли. А медицину ты им тоже расписываешь? Все расписываю. И тем, с кем занимаешься очно, и тем, с кем занимаешься онлайн? Да. Все расписываю. Медицина в самом широком понимании этого слова. Ну, если какие-то проблемы со здоровьем, блин, мы решаем их. Я имею в виду и запрещенное, и не запрещенное. Ну, это в основном, конечно, без запрещенных, потому что аудитория такая, это уже уровень спортсменов. Уровень спортсменов, которые хотят выступать. Это другой немножко аудитория. Это люди, которые там у меня в команде, например. Вот. Там не чисто бизнес, там чисто за звание и результаты. А формальные деньги, копейки. Вот. И я тренирую на результат. Есть примеры. Чемпион страны уже есть. Антон Даженов. Мы выиграли супертяжелую категорию. Вот. Для чемпионата страны в Москве, который был недавно. Вот. Мы выиграли все-таки страну. Вот. И уже двигаемся дальше. То есть это для удовольствия для твоего? Это, это, это имя. Это имя тоже дает. И не только как спортсмена, но и как и тренера. Но реализация как тренера мне тоже интересна. Знаешь, какое у меня предложение? Чтобы тренировку твою не задерживать, давай мы сейчас, ты сейчас начнешь тренироваться, я поснимаю, мне же пустят в зал. Да, нет, ну будет, конечно, естественно. Вот. И просто когда будет перерыв какой-то там между подходами, я к тебе буду подскакивать на минутку. Нет, ты будешь между перерывами просто задавать мне вопросы. Просто подскакивать, вопросы задавать. Давай? Давай. Давай. Спасибо.